В Слободзейском районе собирают первый урожай клубники, выращенной по итальянской технологии. В интенсивных садах там растут также черешни, яблоки. Как работают зарубежные технологии, показали премьеру Александру Мартынову. Сады по интенсивной технологии заложили на месте территории заброшенного поля. Проект реализовали благодаря иностранному инвестору. Участок земли очистили для посадки саженцев и в апреле провели коммуникации. На 23 гектарах сада сейчас растет 72 тысячи молодых яблонь и черешин. Саженцы прижились благодаря особой итальянской системе капельного полива. Сейчас устанавливают двуслойную противоградовую сетку для стопроцентной защиты деревьев. Под клубникой здесь 5 гектаров поля. Клубнику высадили в июне. Сегодня собрали первый урожай. В будущем для клубники планируют построить теплицы, чтобы свежая ягода была круглый год. Инвестор отметил, что вся продукция экологически чистая, в хозяйстве не используют никакой химии. В ближайших планах установить специальные холодильные камеры для хранения фруктов. Иностранный инвестор также рассказал, что оформить пакет документов ему не составило труда, никаких административных барьеров. На согласование всех бумаг в Приднестровье он потратил один день. Со своей стороны все наши договоренности остаются в силе. Это беспрекословное соблюдение условий инвестиционного договора, инвестиционного закона. Речь идет об инвестиционном климате. Рады, что никто не обижает из чиновников. Но еще раз повторюсь, если какие-то вопросы будут, обязательно нам сигнализируйте. В ходе встречи обсудили в целом вопросы кредитования сельхозпроизводителей в республике и возможность реализации продукции, выращенной в интенсивных садах на Приднестровском рынке. Продолжение следует...